Как и сказал, мы будем делать это из вот такой вот пластиковой баклажки. Это в первую очередь. Также я покажу, что можно сделать из обрезков пластиковых бутылок и, в принципе, самих бутылок. Идея действительно стоящая, я думаю, вам понравится, поэтому досмотрите до конца, в конце вас ждет интересный сюжет. Первое очередное, что мы сделаем, отрежем горлышко и дно. Следующий этап мы просто разрежем вдоль. Желательно делать это ровно и аккуратно. Получаем вот такую пластину. И следующее, что мы сделаем, точнее, вы можете сделать, у меня это было готово, я утренировался делать такие вот рамки для фотографий. Это просто заготовка была, я ее никуда не использую, у меня валялась в мастерской. И я ее сейчас буду использовать по прямому назначению. Нам нужно взять, натянуть нашу пластину и закрепить. Крепить я буду с помощью обыкновенного степплера. Сделаем сначала... Сделаем сначала одну сторону. Затем немного подтягиваем и прострелим вторую. В целом, готово. Желательно, конечно, закрепить вот эту часть еще. Я попробую. Готово. И вот мы непосредственно переходим к самому действию. Для этого нам потребуется нагревательный элемент. В данном случае у меня это строительный фен. Вы же можете взять все, что угодно, вплоть до газового баллончика. Но только это все дело с длинного расстояния. И начинаем. К сожалению, здесь он сорвался сверху. Я думаю, это тоже не особо большая проблема. В целом, нужно было чуть-чуть лучше крепить. Пластик дает усадку примерно 2,5 раза. Поэтому нужно смотреть, что и как. Ну, а теперь, когда все готово, осталось просто, во-первых, повынимать, естественно, скобки, где они остались. Ну, проще сделать, просто срезать. Если вы смотрели видео до этого момента, поставьте плюсик в комментарии. Либо же поставьте минус. И напишите, нравится вам такая тема или нет. Мне будет интересно вас выслушать. А также вносите свои предложения по созданию контента. Это будет интересно и, так сказать, интерактив. Берем линейку, ножик и просто срезаем. И у нас получается вот такой вот кусочек ровного пластика. Использовать это можно, допустим, для создания каких-то моделей, коробочек, либо тому подобное. Либо же вакуумная какая-то формовка, а также под нагреванием. Все что угодно. К сожалению, у меня вакуум не конец, чтобы так сделать. Но это было бы тоже интересно попробовать. К примеру, вот таким образом обдуть какой-нибудь инструмент, чтобы получилось какое-то ложе под инструмент. И тому подобное. Сделать это, естественно, легко и просто. Ну а каждый применение найдет по-своему. И каждому интересно. Перейдем к следующему, так сказать, лайфхаку. Возьмем бутылку. Опять срезаем горлышко. И я буду использовать такой вот баллончик. Он уже использован старый. Я его использую как шаблон. Вставляем баллон. И начинаем нагревать. После усадки вынимается это с помощью плоскогубиц. И небольшого усилия. И вот что получается. К примеру, я его использую вот такой вот формой для заливки. Каких-то небольших продолговатых деталей, чтобы тупо не тратить смолу. Это очень удобно. Да и выглядит это вполне эстетично. Пластик садится. Можете использовать как вазу. Как думаете? А я вас прошу написать комментарий. Поставить лайк либо дизлайк за то, что посмотрели видео. И не забывайте включить колокольчик. Это помогает продвижению канала. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok